Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. И сегодня в гостях нашей студии Владислав Витальевич Деев, военный комиссар Лизанской области, а также Максим Юрьевич Макаров, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Лизанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот интересует особенностью вот этого вида деятельности службы по контракту. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. На сегодняшний день очень большое внимание со стороны государства, со стороны Министерства обороны обращено на военнослужащих по контракту. В связи с чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что в вооруженные силы, воинские части и соединения, подразделения поступает очень много новых образцов вооружения, военной техники, новых видов техники. И для того, чтобы правильно ее эксплуатировать, правильно ее использовать, нужны именно специалисты, которые уже имеют какой-то опыт работы, какое-то образование, какой-то опыт работы и возможности по ее эксплуатации. Боисогребский учебный центр ВВС недавно объявили по средствам массовой информации, получил новые самолеты для подготовки курсантов. Самолеты эти учебные, имеют в свою особенность полностью цифровой борт, как нам объявляют по телевидению. Но курсанты будут на них летать, а кто их будет обслуживать? Их обслуживают должны специалисты, которые будут готовиться. Если солдат по призыву поставить к этому самолету, что он успеет сделать за один год? Его успеют только научить, как обслуживать этот самолет, эту технику. А контрактник – это та категория военнослужащих, которая занимается своим делом, как у нас говорят, военным делом настоящим образом. Который имеет большой опыт, имеет нормальные знания, готов выполнять свои обязанности в любых условиях обстановки. Вот это и есть контрактник. Да, мы стремимся отобрать и призвать на военную службу как можно больше. Потому что кроме самолетов, о которых нам сейчас говорят, посредством массовой информации, в войска поступает и новое стрелковое оружие, которое не только эксплуатировать надо, но и обслуживать. Да, и у нас же есть целые заводы по ремонту, обслуживанию и так далее. Новые средства ПВО, много техники новой идет в последнее время. У нас заработал наконец военно-промышленный комплекс очень хорошо. Поэтому для этих работ, для выполнения этих обязанностей нужны контрактники. Плюс контрактники нужны для того, чтобы совершенствовать, для того, чтобы выполнять и обыкновенные боевые задачи. А для того, чтобы их качественно выполнить, нужно иметь определенные навыки. Нужно их накапливать, нужно их развивать. А за один год тоже, ну что, мальчишка 18-летний, что он там сделает? Он научится, он какие-то навыки поимеет. Но времени один год не хватает для того, чтобы, как сказать, и обучить его как следует. И не хватает времени, чтобы он свои навыки мог применить в любой обстановке. А контрактник – это человек, который служит не один год, как минимум три года. Который постоянно находится в процессе учебы, обучения или совершенствования себя в том числе. Который готовится выполнить, еще раз повторяю, свои обязанности в любое время, в любых условиях обстановки. Контрактник, он находится в постоянной готовности. Ну, там можно много говорить о ограничениях, но за все эти ограничения государство компенсирует контрактнику теми льготами, которые установлены законами. Льгот этих много, и не каждый гражданин, просто гражданин России, имеет такие льготы. И, кстати сказать, льготы касаются не только самого военнослужащего, но также членов его семьи. Ну, расскажите поподробнее, какие именно льготы предоставляются? Основная льгота, так как в свете последних событий в государстве поднялся уровень рождаемости, одна из льгот – это возможность устроить своего ребенка в детский садик, в детское дошкольное образовательное учреждение. Без очередей? Да. Потому что он является государственным служащим. Одна из немаловажных льгот – это пенсионный возраст, который определен после 20 лет службы военнослужащий, будь то просто военнослужащий по контракту или офицер, он может уйти на пенсию. Соответственно, льготы по медицинскому обеспечению, льготы по проведению отпуска и так далее, и так далее, и так далее. То есть, этих льгот достаточно для того, чтобы компенсировать, как уже сказал военный комиссар, чтобы компенсировать то время или ту нагрузку, которую военнослужащий по контракту несет на себе в период исполнения своих обязанностей. На сегодняшний день, начиная с 1 января 2012 года, всем это известно, всем это доступно, повысился несколько денежное удовольствие военнослужащих, что также накладывает определенный отпечаток. То есть, можно говорить обо всем много, но вот первоочередное, что многие спрашивают, интересуясь, как устроиться на военнослужбу по контракту или как поступить на военнослужбу, о денежном удовольствии. Ну, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день минимум, от которого отталкиваются военнослужащие по контракту, это от 20 тысяч. Государство доплачивает военнослужащим по контракту за то, что он снимает жилье, за поднаем жилье. Вот, это немаловажные льготы, немаловажные вещи, которые говорят о том, что... Государство смотрит в сторону армии. Да, но опять-таки, на контракт востребованы специалисты, понимаете? Вот, 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 следующий вопрос. Какими качествами должен обладать человек? Во-первых, физически подготовлен. Во-вторых, годный к службе по состоянию здоровья. В-третьих, он должен подходить по всем параметрам, по критериям отбора, по профпригодностям. Вот, у нас, вот, в пункте отбора на контрактную службу в штате есть психолог, специалист по профотбору. Вот, вот, в-третьих, он должен иметь военный учет на специальности. Вот, и когда вот эти все критерии или вот эти все качества мы на пункте отбора исследуем, ему предлагают гражданину поступить на контракт в той или определенной воинской части, где востребованы такие специалисты. Есть еще один интересный вопрос. Он будет связан со слабым полом. Вот как женщины смотрят на данный вид службы и чем они смогут заняться в армии? Очень положительно. Они смотрят за время существования пункта. Очень много женщин обратилось на пункт, но, к сожалению, не всем мы смогли предоставить возможность проходить в военную службу по контракту в связи с тем, что военнослужащие женщины, скажем так, имеют возможность только в определенных частях или на определенных должностях занимать определенные воинские должности. Прежде всего, это военные медики или военные связисты. Ну, чтобы быть, скажем так, в пределе, быть назначены на ту или иную должность, они должны, соответственно, и иметь то или иное образование. Либо медико, как правило, медицинское образование, либо образование, связанное именно со связью. Независимо от того, женщина или мужчина, но когда есть военноучетная специальность, сначала мы рекомендуем обратиться к командованию воинской части, чтобы определиться, востребован он там специалист или нет. Если человек хочет попасть туда, куда он хочет. Если просто прийти и сказать, я хочу служить по контракту в любой местности, в любом районе, мы предлагаем те войсковые части, которые требуют в себе таких специалистов. У нас могут пойти на военную службу по контракту и люди, имеющие высшее образование, у которых специальность родственная военноучетная специальность. Я прав? Да. И приоритет будет отдаваться тем людям, вообще изъявившим желание на контракт, в первую очередь, кто имеет высшее или средне техническое образование. Ну, высшее уже военно-комиссар сказал, что без прохождения военнослужбы по призову. Всем остальным, соответственно, по прохождению военнослужбы. У нас есть такой ВУЗ интересный в Лизане, это Радиотехническая Академия, в которой есть еще и военные кафедры, военно-учебный центр, и есть люди, которые не учатся там на военно-учебном центре, но получают специальность, родственная военно-учетная специальность. Мы их тоже будем с удовольствием встречать на пункте отбора граждан на контрактную службу, предлагать, так сказать, послужить по контрактам в вооруженных силах. Тема очень обширная, она очень интересная, и главное, она важная. Да. Я надеюсь, мы к ней обязательно вернемся, хотелось бы. А вам спасибо за внимание, спасибо, что смотрите нашу программу. Это были «Семь минут». Всего хорошего, увидимся с вами через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!